В Украине на Восточном фронте уже несколько дней продолжаются активные боевые действия. Самая напряженная ситуация сейчас в Донецкой области, а именно рядом с Авдеевкой. Из ближайших населенных пунктов эвакуировали гражданских. Впервые за пять дней, 14 октября, оккупанты не наносили ракетных ударов. Однако начальник военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш сообщил, что на этом участке фронта продолжаются ожесточенные бои. По его словам, российская армия пытается взять Авдеевку в окружении. Известно, что оккупанты пошли в очередное наступление на авдеевском направлении, собрав 2000 бойцов для этого. Они хотели взять крепость за три дня и подарить победу Путину на день рождения, но не получилось. Сейчас у них новая мечта – до 31 декабря оккупировать весь Донбасс. Именно поэтому для них очень важно взять Авдеевку. Они поставили очередную дату выхода на административные границы Донецкой области. Теперь это 31 декабря. То есть до конца года им поставлена задача выйти на админграницы Донецкой области. Они понимают, если взять высоту Авдеевки, то дальше им уже будет проще дойти до Покровска и так далее. Поэтому Авдеевка для них очень важна, заявил руководитель Авдеевской МВА Виталий Барабаш. ВСУ продолжают удерживать позиции, отбивают атаки и уничтожают технику захватчиков. А по мнению аналитиков, враг провалил наступление. За Авдеевку пятый день продолжаются ожесточенные бои. Украинские защитники прилагают невероятные усилия, отражая атаки россиян. И днем, и ночью оккупанты наступают, бросая своих солдат на верную смерть. Но это глобально не помогает. О том, что у оккупантов провальное наступление, говорят и в Институте изучения войны. Аналитики отмечают, что среди причин провала захватчиков – износ стволов российской артиллерии, из-за чего снижается точность, а также использование силами обороны минных полей. Нерадостные и так называемые российские военкоры. Один из них заявил, что российские силы могут захватить территорию вокруг Авдеевки, где у украинских защитников не было возможности построить фортификационные сооружения. Однако его беспокоит, что такой локальный успех российские генералы будут толковать как повод усилить наступательные действия на Авдеевку. И это приведет к тому, что российские войска будут биться об бетон, пока не закончатся. Низко оценивает наступление российских солдат и Джон Кирби. По его словам, россияне используют тактику человеческих волн. При этом эти волны плохо обучены в солдат и имеют скудный прогресс, в то время как Украина действует разумно. Но россиянам не важны их же люди. Это доводилось не один раз. Да и последние видео показывают, как оккупантам безразлично друг на друга. Они без проблем могут, например, переехать своего же солдата. А когда кончается пушечное мясо, они ищут новые. Украинские партизаны сообщили, что россияне создают во временно оккупированном Крыму свою так называемую ТРО. Окупанты говорят, что это для удержания контроля над полуостровом. Однако российские командиры на самом деле планируют отправить их закрывать пробелы в обороне на Запорожском и Херсонском направлениях, рассказывают партизан. Не исключено, что и доехать это так называемое ТРО не сможет. Они могут покурить не в том месте или неизвестные беспилотники залетят. Вот как, например, в Адлер, что у Сочи. Там российская минагрессия заявила о сбитии дронов, но местные жители в своих пабликах писали о звуках взрывов, а затем сообщили, что у некоторых из них пропал свет. Хотя не обязательно виноваты в этом беспилотнике. Россияне сами отлично справляются с устройством на временно оккупированных территориях Бавовн. Вот, например, пожар вспыхнул под Иловайском. Загорелось там ближе к полуночи. Сообщают, что горело, вероятно, на газопроводе. И чрезвычайных ситуаций в РФ и на оккупированных территориях будет больше. А на фронте будет все больше оккупантов, отправляющихся на концерт Кобзона. Асинт Аналитик сообщил, что Украина впервые начала производить больше артиллерийских снарядов, чем РФ. По данным Аналитика, в начале полномасштабной войны Киев производил 4000 снарядов, а сейчас уже 9000. И мы надеемся, что эта цифра будет только расти. Чтобы получать оперативные новости, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и обязательно комментируйте видео. Мы все читаем. Конфликт между кадровыми российскими военными и силами так называемой ЛДНР усугубляется. Такой вывод сделали аналитики Института изучения войны. И основываются они вот на этом выяснении отношений, подробности которого в сеть вынес один из военных блогеров из Бурятии, на данный момент воюющий в рядах 37-й бригады 36-й армии Восточного военного округа. Именно эту бригаду в одном из российских военных пабликов обвинили в нежелании воевать за поселок Урожайное. Российским армейцам противопоставили формирование каскад из так называемой ДНР. Якобы на этих позициях оно стояло насмерть. Но поселок пришлось оставить из-за бегства россиян. Наезд без публичного ответа не остался. Отметим, что войны 37-й покидали данные НП последними. Мы предполагаем, что источник данного вброса одно якобы очень крутое ДНРовское формирование, которое по нашему мнению одним из первых бежало из Урожайного, подставив 37-ю бригаду. А потом оправдание ради слепили данный вброс. К слову сказать, что у них неплохой пиар и в этих ваших телеграммах они якобы очень крутые ребята. Реально же выглядит совсем все иначе. В результате все узнали, какая же на самом деле атмосфера в отношениях новоиспеченных братьев, воюющих под флагом России. Буряты обвинили ДНР в каскадах, в озерстве, в тыловых селах. И подчеркнули, российские военные в принципе не доверяют боевым единицам из псевдореспублик. Что касается донецкой пехоты, то их позиции находятся за нашими. Они стоят рядом, типа усиливая нас. Но мы с ними не взаимодействуем. Если бы они занимали передовые позиции, то эти позиции были бы очень скоро утеряны. Отдельный участок фронта им никто не дает. Видимо, понимая их уровень и боевые качества. Единственное, что они делают хорошо, окапываются. Любо дорого посмотреть. Мы с ними, как уже говорилось, не взаимодействуем. Мы им не доверяем. И для нас они подвопросники. Есть мнение, что кое-кто из них сливает инфу хохлам. Глубину раскола между военными из так называемых ЛДНР и российскими военными определить не может никто. Информация тщательно скрывается. Но периодически ссор из избыток и выносится. Конфликтуют на почве военных достижений, межнациональных различий. Стычки происходят из-за различий между кадровыми и так называемыми чмобиками. Вот, например, мобилизованные из ТУВы записывали целое обращение, что над ними издевается такая себе военная полиция ДНР. Им даже удалось снять короткое видео «Мы же братских отношений». Известно, что и сами понаехавшие не остаются в долгу перед местными. Их буквально пускают в расход. Боевики, местные коллаборанты прекрасно понимают, что они выступают в роли пушечного мяса. И данная ситуация их не устраивает. То есть это фактически билет в один конец. Получил повестку и шансов вернуться непосредственно уже в зоны боевых действий домой у тебя практически нет. Тем более, я учитываю тот факт, что свежемобилизованные подразделения числа местных коллаборантов время их подготовки занимает от 10 максимум до дней, до двух недель. Большая черная кошка пробежала и тогда, когда военизированные формирования псевдореспублик стали вливаться в большой котел российской армии. Кадровые военные мигом стали чистить ряды полевых командиров с 8-летним боевым опытом. Причем под смешными, как для военного времени, предлогами. От такой несправедливости завыли даже российские сторонники войны. Вчера ненастоящий донецкий офицер из резерва вел на украинские укрепы своих ненастоящих солдат, давая настоящие результаты. И это всех устраивало. Теперь его, казалось бы, заработанная в боях карьера под угрозой. Кого-то отсеят будущие комиссии, кого-то уже выкинули на гражданку, будто алкоголиков и нарушителей, как того же Басурина. Он уволен и уже поздно пить боржом. И многих других прожженных войнных офицеров. Кстати, Басурин символ армии ДНР. Он голос первого корпуса. Он бренд, если хотите. А его взошей. А сколько еще уволят по несоответствию должности или понизят из командиров в замы? Девять лет Россия вливала финансы на военные формирования Донбасса. И понятно, что терять золотую жилу местным бандитам не хочется. Деньги – огромное количество оружия. И главное, что все результаты разборок можно списать на боевые действия. Теперь в него активно включились кадровые военные России. Путин – ходячий мертвец. СМИ снова начали писать о болезнях Путина. Викторина «угадай» диагноз Владимира Путина превратилась в страх и ужас для любителей путинского режима. Путин смертельно болен, заявляет разведка. У него может быть рак мозга. То, что у него с головой не все в порядке, это понятно. Но тут заявление посерьезнее. Он может в скором времени уйти на покой, который ему будет только снится. Поведение российского диктатора на публике и его внешний вид могут говорить о том, что Путин находится в очень тяжелом состоянии. Вы только посмотрите, он не может усидеть на месте, постоянно что-то перебирает и держится за свой стул и кресло. По словам эксперта по поведенческой психологии Джостина Гаспоровича, у Путина наблюдаются симптомы, похожие на симптомы страдающих инсультом, мигренями, рассеянным склерозом или опухолью головного мозга. Вот видео со встречи с Кимчанином. Путин все время ерзал на кресле и притоптывал ногой. Не в состоянии спокойно усидеть на одном месте, а пальцы рук диктатора были крепко сцеплены, словно он пытался скрыть дрожь. О плохом состоянии здоровья Путина начали активно говорить после полномасштабного вторжения РФ в Украину. О серьезных проблемах с его здоровьем сообщалось и ранее, еще в 2003 году. Тогда его, правда, прооперировали, а потом уже речь была об этом в 2014 году. Тогда говорили о возможном раке поджелудочной железы и ранней стадии болезни Паркинсона. Кроме того, можно заметить, что правая рука у него малоподвижна, а походка стала более неуверенной. На последних стадиях онкологического заболевания метастазы могут начать прорастать в мозг, в том числе поражая участки, контролирующие тонус мышц. Из-за этого и возникают симптомы, схожие с Паркинсоном. Путина вот уже несколько лет сопровождает огромная бригада врачей. Среди них хирург-специалист по раку щитовидной железы. По данным западных разведок, стероиды, которые используют для лечения рака, на внешний вид Путина также могли повлиять. Руководитель главного управления разведки и Минобороны Украины Кирилл Буданов тоже заявлял, что смерть диктатора очень близка. Я уверен, что у него рак. Я думаю, он умрет. Скоро. Надеюсь, очень скоро. Источники в администрации Байдена говорили, что Путин прошел в апреле курс лечения от запущенного рака. Синдром Аспергера, рак поджелудочной железы, рак спинного мозга, больная спина, ботоксный синяк. Это тот человек, который развязал войну с Украиной в 21-м столетии. Но радует то, что день рождения российского диктатора Владимира Путина, который он отметил 7 октября, может стать его последним. Так задуем свечи за это все вместе. Пусть желание миллионов на планете свершится. А вы подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк этому видео, потому что мы работаем для вас. У граждан России заканчиваются деньги. Стремительная инфляция, доллар по сто, низкие зарплаты и пенсии. После полномасштабного вторжения России в Украину жить в стране-агрессорке стало значительно труднее. В результате народ побежал брать деньги взаймы. Закредитованность россиян достигла рекордного уровня. Обязательства граждан перед финансовыми структурами перевалили за 30 триллионов рублей. Экономическая ситуация для рядовых россиян ухудшается день и по дням. Стоимость продуктов растет, стоимость жизни растет, а то, сколько они денег зарабатывают, никак не изменяется. Соответственно, конечно, люди берут кредиты, просто чтобы свести с концами. Люди по уши в долгах. И заработала на этом экс-супруга Владимира Путина Людмила Очередная. Связанная с ней фирма Кармани, которая выдает деньги взаймы под залог авто, по итогам 2022 года заработала 391 миллион рублей. Это абсолютный рекорд за всю историю компании. Чистая прибыль финансовой структуры выросла на 66% по сравнению с мирным временем. Кармани появилась еще в 2010 году, но начала активно развиваться после того, как ее выкупила Очередная в 2017. Заработки компании стремительно выросли после полномасштабного вторжения России в Украину. В первом полугодии 2022 года Кармани заняла пятое место по объему прибыли среди микрофинансовых организаций. Кто бы мог подумать, что тихая жена российского президента окажется акулой бизнеса? Это была тень, тень Путина, которая появлялась там, где Путин должен быть, на каких-то официальных мероприятиях, где Путин должен был быть сухой. Про Людмилу Путину не было ничего практически известной. Интересно, что Очередная Путина заработанные деньги вывела на кипрский офшор, который контролируется компанией «Меридиан». 99% акций этой организации принадлежат бывшей первой леди Российской Федерации. Это выяснили журналисты, расследователи, издания «Можем объяснить». Чтобы прибыльная компания не попала под санкции, в конце прошлого года бывшая Путина передала свой бизнес российской организации Smart Tech Group. И хоть сейчас она не является владелицей по документам, скорее всего продолжает зарабатывать на ней деньги. Доказательством этому является то, что гендиректором нового собственника Кармани является ее давний финансовый партнер Антон Зиновьев. Людмила Очередная вместе с ним владеет бизнесом по аренде смартфонов. Кроме того, офис Кармани до сих пор находится в доме Волконского на Воздвиженке. Этим зданием владеет бывшая жена Путина и ее муж Артур Очередный. Этот роскошный дом – не единственная недвижимость, которую имеет в собственности приближенная к Путину семья. За последние 10 лет Очередные обзавелись. 450-метровой виллой на юге Франции стоимостью в 5,3 миллионов евро. 200-метровой квартирой в Давосе за 3,5 миллионов франком. Двумя квартирами в Малаге общей стоимостью в более 2 миллионов евро. Следует понимать, что вся эта роскошь, которую получила Людмила Очередная после развода с президентом Российской Федерации, должна быть под санкциями. Ведь именно она была рядом с Путиным на протяжении 30 лет и стала свидетелем его превращения в настоящего диктатора. Марионетка Путина Дон Дон Кадыров, как всегда, в своем репертуаре. Он любитель отличиться от всех и, конечно же, хорошенько подлизаться к своему правителю. Мы гордимся нашей страной и нашим президентом. Путин, Россия, победа! Аллаху Акбар! Ко дню рождения своего любимого кремлевского диктатора Кадыров организовал целое шоу в Грозном и ряд мероприятий. Вот, например, конно-спортивные соревнования. Мы посетители ипподрома города Грозный имени Сейд Хусейна Закая. Сегодня будут разыграны призы в честь дня рождения президента России Владимира Владимировича Путина. А еще в честь рождения Путина даже ввел в эксплуатацию многоквартирный комплекс. Достойно Путин выполняет все поставленные задачи перед нами, нашим верховным главнокомандующим. И то, что сегодня в республике идет развитие, это в первую очередь благодаря президенту Владимировичу Путину. Я еще раз хочу поздравить его с днем рождения и сказать огромное человеческое спасибо от всего чеченского народа, лично от себя, от нас всех, за то, что он обращает внимание именно в первую очередь, особое внимание для нашего народа. А это праздничный концерт, тоже приурочен ко дню рождения диктатора. На главной площади в Грозном устроили флешмоб. Мы с вами пришли сюда показать свое отношение к тем великим заслугам Владимира Владимировича. Мы с вами здесь собрались для того, чтобы дать понять всему миру, что под знаменами Рамзана Кадырова чеченский народ и особенно его молодежь готова и дальше продолжать путь величия и суверенитета Российской Федерации. На этом же праздничном мероприятии Дон Донович тоже выступил с благодарственной речью. Поздравляю нашего президента, самого мудрого политика, воина. Если его кто близко знает, знает какой он честный, правильный. Он никогда не бросает своих. Он максимально старается сохранить команду. Он максимально вникает в все проблемы регионов. Сейчас, в нашей Чеченской республике, и в последней встрече он лучше, чем я, знал проблемы нашего народа. И, само собой, выдал новые перлы. Глава Чечни сделал неожиданное заявление о предстоящих президентских выборах в России. Он предложил их либо совсем не проводить, либо просто выбрать Путина, сделав его единственным кандидатом. Здоровья, долголетия и еще, чтобы российский народ единогласно принял решение, что на выборах, пока идет СВО, выборы были такими, что был единый кандидат. Или временно отменить выборы. Потому что другого человека у нас нет, что может спасти нас, народ. Кадыров — это, может быть, единственный политик в России, который искренне заинтересован, чтобы Путин оставался при власти. Диктатор понимает, что его шансы остаться царем навеки невысоки. Поэтому пытается удержаться всеми возможными методами. Это такая проверка реакции. Поскольку, судя по всему, в администрации президента российской подозревают, что могут быть разные нюансы, связанные с выборами. Они понимают, что Путин после особенной рейда Пригожина потерял часть своей легитимности. В глазах элиты, в первую очередь. Есть недовольные, связанные с тем, что непонятно, а куда ведет Путин. Избрание Путина — это запрограммированная война дальше. Вопрос, ради чего? Выборы президента России должны состояться в 2024 году. Путин еще не объявлял официально о своем намерении баллотироваться. Только вот усатый слуга Песков уже намекал, что конкурентов диктатор все равно не видит. Путин еще не заявлял, что будет выдвигать свою кандидатуру. Но если выдвинет, то реальную конкуренцию ему составить никто не сможет. Но, скорее всего, наоборот, видит и боится. В кулуарах Кремля уже заявили, что одним из главных критериев отбора кандидатов будет возраст. Из зарегистрированных не должно быть политиков моложе 50 лет. Ситуация Ельцин-Путин, вот, 99-й год, когда был старый, дряхлый, разваливающийся на глазах Ельцин, да, и был молодой, перспективный, бодрый Путин. Там, помните, он там на татаме показывал эти свои приемы и так далее, и так далее. А тут повторяется ситуация, да, ну, то, что моложе, не моложе, это, как бы, видимая часть айсберга. А реальная часть айсберга более глубокая. Это непонимание того, куда все движется. Выборы в 2024 году могут и не состояться. Из-за войны Путин их может отложить. Конечно же, ради своих целей. Но, кто знает, за полгода может много чего измениться. Диктатор ведь уже совсем не молодой. Дальше от людей ближе к Богу. Богатый себя поставляет выше других. За почти 15 лет в роли патриарха в Сеяруси Кирилл Гундяев обожился так, что теперь его лицо дополнило икону Святой Троицы. В московской резиденции патриарха заметили уж очень интересную картину. Это репродукция знаменитой иконы Андрея Рублева «Святая Троица». Но она очень необычная, ведь у Троицы появился четвертый. Сегодня совсем другая, конечно, картина. Интересно, что Кирилл не постеснялся не то, чтобы поместить себя вместе со Святой Троицей, а и вовсе затмить собой святых. Ведь Гундяев на картине не где-то в сторонке, а в центре. По большому счету, это же богохульство, да, видишь, такую картину. Вообще не может человек, хотя уж тем более, тем паче, такое высокое духовное лицо даже в любом случае попытаться приравнять себя к Богу. То есть это вот и есть напрямую нарушение всех канонов православия, это богохульство. А грех до добра не доводит. И как верно подметил митрополит Белоцерковский ПЦУ, для Кирилла Троица совсем не святая. Бог, христианство, вера, наследие церкви, все, что символизирует образ Троицы, есть лишь фон для Гундяева. Но это, учитывая прошлые грехи российского патриарха, неудивительно. Ну, опять-таки, чему удивляться, когда православная церковь призывает к убийствам, несмотря на то, что есть заповедь не убить. Она благословляет убийцам. Поэтому, мне кажется, что после того, что происходило с патриархом Кириллом после начала полномасштабного вторжения, уже просто нечему удивляться. На это произведение искусства обратил внимание опальный диакон Андрей Кураев, которого лишили сада. Он уверен, что такой картиной Кирилл посылал всем четкий сигнал. Месседж, входящим участникам церковно-государственного партнерства, если я допущен к такому столику, трапеза Троицы, то о моих подвязках в Кремле и базарить нечего. Скорее, это попытка действительно показать, что он хоть что-то из себя представляет. Потому что, по большому счету, сегодня это лишь некоторая декорация. И сегодня РПЦ играет примерно такую же роль, которую она играла и в Советском Союзе, когда все высшие верховные иерархи утверждались высшими партийными органами и согласовывались с КГБ. Вот сегодня РПЦ играет такую же позорную роль некого, ну что ли, пастыря, который загоняет подданных и делает из них послушное стадо, которое будет выполнять любые прихоти властителя. Ну а его приближенности к Кремлю и гордости от этого знают, кажется, все, кроме россиян. Где деньги, где могущество, где сила, там и власть. А вот Господь нас учит другому. Он учит нас совершенно парадоксальному. И этому парадоксальному Кирилл следовать не собирается. Именно поэтому Господне учение он игнорирует и живет так, как хочет. Один раз живешь, сделай все для того, чтобы жить богаче. Пока простые крестьяне несут пожертвования на храмы, Гундяев купается в роскоши и тешит свое раздутое эго. Когда вы читаете самые ужасные вещи о патриархии, об артирьеях, о священниках, помните, что там даже капли правды обычно не бывает. Но все это направлено на то, чтобы тех, кто правду Божию провозглашают, скомпрометировать так, чтобы народ перестал слушать и доверять. Ну, а икона с ним – это вообще верх тщеславия. Это говорит еще об одном смертном грехе. Он называется гордыня. Гордыня – это один из семисмертных грехов, которым не должен обладать церковный иерарх. Поэтому вот мы просто берем по списку, и мы видим, что… Почему я говорю, что это не слуги Христа, это слуги Антихриста, потому что они не выполняют ни одну из заповедей. И вот еще один смертный грех – гордыня, который тоже присущ сегодня Кириллу, как и многочисленные другие. О своих грехах Кирилл уж точно знает, но расплаты за их совершение не боится. Вот такой страх от лукавого. Такого страха не может быть у человека, который живет по совести. Этой философии он, наверное, научился у Бункерного. И мы как мученики попадем в рай. А они просто сдохнут. Картина написана российским художником Игорем Бабайловым еще в 2012 году. И по его словам Гундяеву она так понравилась, что он назвал ее лучшим своим портретом, который когда-либо был написан. Это правильно, только отчасти. Кстати, икона, с которой перерисовали Святую Троицу Гундяева, несколько месяцев назад попала в руки церкви. Договор о передаче картины в безвозмездное пользование церкви лично подписала министр культуры Российской Федерации. Ну вот историческое событие совершилось. Мы сегодня как бы символически свидетельствуем о том, что страна живет в иное время, в иную эпоху. Прошло безвозвратно, надеемся, то время, когда изымалась из церкви святыня и святыня. А наступило время, когда возвращаются церкви святыни. Дальнейшая судьба иконы неизвестна, но очень надеемся, что Кирилла не дорисуют и на оригинале. Хотя удивлены не будет. Война в Израиле не стихает. Ночью Цахал продолжил наносить удары по десяткам объектов в секторе газа. Армия Израиля сообщает о ликвидации командира Воздушных сил Хамаса Абу Мерада. С соцсетями также разлетаются кадры, на которых, вероятно, зафиксированы детонации десятков хамасовских ракет, которые были спрятаны в подземных тоннелях. В рамках подготовки к наземной операции, которая может начаться в любой момент в секторе, израильская авиация разбрасывает тысячи листовок над палестинскими городами с призывом к мирным жителям срочно эвакуироваться из северной части Газы. В свою очередь, пока большинство экспертов ожидали активных действий в поддержку палестинцев от террористов из Хезбаллы или руководства Ливана и Ирана, самым серьезным заявлением в поддержку Палестины выступил Катар. Эмир Тамим Ибн Хамад Альтани угрожает прекратить газоснабжение во всем мире. В том случае, если бомбардировки газы не прекратятся. Энергетический шантаж. Согласитесь, да более знакомый почерк. Посмотрим, чем же подобное заявление закончится в первую очередь для самого Катара. Конфликт между Израилем и Палестиной продолжается уже более 70 лет, но вторжение 7 октября 1923 года стало одной из самых масштабных атак. Чем Хамас обстреливает израильские города и откуда у палестинских террористов столько оружия? Давайте разбираться. Самым главным оружием палестинцев есть разные типы ракет земля-земля. И, как стало известно, в разработке их террористам мог помочь Европейский Союз. Хамас может производить ракеты с помощью водопровода, построенного на средства ЕС. Это видео появилось еще в 2021 году. На нем видно, как боевики раскапывают трубы в пустыне и делают из них ракеты. Но, несмотря на это, ЕС не остановил свои программы по финансированию водопроводов и всего за 10 лет выделил 100 миллионов евро на строительство инфраструктуры в районах, контролирующих Хамас. А на видео видно, как трубы выкапываются, после чего разряжаются на части, обрабатываются и очищаются. Затем на них крепятся боеголовки со взрывчатым веществом. И таким образом Хамас обеспечивает себя большим количеством ракет, не имея почти ничего для производства оружия. Кроме такого случайного спонсора у Хамас есть и постоянные партнеры. По некоторым данным, Хамас в разные годы получал от Ирана, Катара и Турции до 900 миллионов долларов ежегодно. Кроме того, исламское движение сопротивления финансируется частными спонсорами из Саудовской Аравии, а также палестинцами, живущими в Европе и США. Итак, об оружии на руках у исламистов Ракеты малой дальности Косам дальностью до 10 км, КУЦ дальностью до 16 км, Ракетная система залпового огня типа ГРАД дальностью до 55 км, Сейджел 55 дальностью тоже до 55 км, Ракеты большой дальности М75 до 75 км, Фанджер до 100 км, Р-160 до 120 км, М302 радиусом до 200 км, Последние производятся сирийскими военными на основе конструкции китайских ракет ВС-2, производства Sichuan Air Space Industry Corporation. Кроме ракет «Хамаса» активно нашпиговали другим оружием Ливан, Иордания и Египет. Основной схемой снабжения были подземные контрабандные пути, а затем начали дополнительно использовать море. Так что на вооружении у них находится большое количество легкого строкового оружия. Безусловным фаворитом являются советские АКМ, а также их китайские, египетские и болгарские копии, которые контрабанной поступали из третьих стран. Элитные подразделения «Хамас» вооружены современным АК-103-2 российского производства. Было зафиксировано даже такое экзотическое и редкое оружие, как бельгийский FNF-2000, вероятно, трофей из Афганистана или Ливия. В больших количествах боевики вооружены противотанковыми гранатометами РПГ-7 советского производства. На вооружении у «Хамас» и российские гранатометы РПГ-29 «Вампир» или их иракские копии, известные как «Хадир». Российские гранатометы могли попасть в регион через подконтрольное сирийское правительство. Кроме того, на этот раз «Хамас» активно использовал в нападении тактику, заимствованную у россиян, террор дронами. «Хамас» использовал беспилотник «Шахаб» собственного производства. Он несет боевую часть массой 30 кг на расстоянии до 250 км. Дрон активно наводится на цель по заранее внесенным GPS-координатам. Однако по опыту боевых действий можно сказать, что они неустойчивы к радиоэлектронным помехам. Сколько оружия в руках террористов неизвестно, но у их спонсоров ресурсов, к сожалению, хватает. И более того, как показало видео, они готовы из всего делать оружие, даже из водопроводных труп. Террористы из «Хамас» поблагодарили Путина за его заявление с поддержкой Палестины. А параллельно с тем, журналисты Wall Street Journal провели расследование и обнаружили, что «Хамас» и «Исламский джихад» получали миллионы долларов от криптовалютной биржи «Гарантекс», которая базируется в Москве. В Израиле ни расследования, ни заявления Путина официально пока не комментировали. Хотя в социальных сетях израильтяне свои выводы уже сделали. Между тем, наземная операция «Цахала» все ближе и ближе. Мирным палестинцам рекомендуют переезжать на юг как можно скорее. На границе с газой скапливается все больше тяжелой техники. Ситуация же в секторе очень сложная. Количество убитых и раненых установить невозможно. Некоторые телеграм-каналы распространяют информацию о том, что в местных моргах не осталось места. Тела складывают в грузовики с мороженым. Тем временем по всему миру не утихают протесты и митинги в поддержку Палестины. В Пакистане, например, один из протестующих сел флаг Израиля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова